ну привет привет мальчики девочки и чуть-чуть мы повысились в ранге сегодня у нас противник не такой серьезный 317 рейтинг средний у него и доступ кстати открытый как ни странно здесь я прошу ребята я максимально укорачивал видео просьбы досмотрите до конца как вы можете заметить у меня прибавился гонщик но конечно я еще и буду раскачивать пока он у меня не такая не так он у нас раскачан и перейдем у нас здесь наука четырехзвездная наука также у нас все так же исчечки те же и посмотрим возьмем бледика что нам бледик покажет ну землетряска на принципе не такая сложная главное не наловить ее плюшек скажем вот таких вот и потому что после того как она накидает своих бафов мы начнем ловить от нее стану она начнет от нас уворачиваться и желательно конечно что это за такие вот блин долгие полеты были блин вот это мне вымораживает когда так вот группа горе фпс падает но ничего справляемся главное убиваем с первого раза а там уже затраты это на моей совести скажем так идем дальше дальше у нас космос также четырехзвездные здесь я насколько не ошибаюсь склонность первой спецатаки попробуем посмотреть ну да здесь никого не видно рейтинг четыреста двадцать тысяч нифига себе а кто у нас гром ем и давно его не видел ну так же настакиваем атаку что это за козявые пальчики у меня полетели наверх чем нас гром опасен и то есть первая спецатакой потому что скажем так наносит нормальный урон да еще и может тебя заблокировать вторая спецатака не такая уж она опасная да еще и к тому же наносит урон самому себе противнику поэтому в плане защитного я бы не сказал что это прям такой хороший защитный персонаж дрожь от да она как бы противная и скажем так неприятный противник в защите но гром это вообще не о чем ный и привычный скажем так его анимации почему вот я ловлю скажем так в лоб потому что частенько начинаю нервничать и опять у нас космос на этой ячейки все или ничего ну ну кого кого но естественно дамагера здесь у нас ничего не видно паучок я думаю ты спросил ну да кто бы я не удивлен честно вот сейчас все зависит паучка от его шанса снижения энергии если по да ну офигительно начало хорошие замечательное 30 секунд боя я уже вот отлично пирас он снизил энергию если я блин а слишком долго-долго настакивала себе атаку уже 2 спеца вот и все и сейчас будет сюрприз попробуем первую спец атаку да и у него мастерство хорошо прокачано поэтому как тут испарировал дюмы да да опасный где тот скажем так противник на этой ячейке ну конечно можете сказать что мэйджик его разорвет так здесь ничего опасного нету но у меня пол героев совершенно другой паучок выживает это принципе не то главное что убить его поиграем аккуратненько потому что у нас скажем так есть старая попыточка и спешить некогда никогда ребят не спешите поверьте моему опыту но гипер он падает второй раз он не успевает набивать себе третью спец атаку а вот когда я брал льда на эту ячейку то гипер он успевал 34 раза мне ударить 3 спец атакой поэтому я как-то все равно ближе склонен к атаке большому урону чем вот этому колупанию и сжиганию всякого разного здесь у нас наука также 4 звездная возьмем у паучка так как на этой ячейке у нас кровоток не работает носорог это и скажем так чемпион прошлого это уже заезженный чемпион привыкший к нему анимации и поэтому единственная опасность этого не блокирующий удар и ни в коем случае не контратаковать его потому что он неуязвим когда начинает скажем так вас атаковать а это очень так болезненно завод на вас отзовется скажем так так в принципе не опасный персонаж 1 спец атака легко уворачиваться 2 спец атака также 1 спец атака правда у него подальше бит чем 2 ну а больше я так ничего не добавил толстенький да ну на любой я думаю от любого противника на войне лучше всего не проект не пропускать дальше у нас тоже у нас будет 4 звездный дальше здесь у нас блэйда брать на эту ячейку мне все равно энергии не будет так как у воротов у меня будет снижаться поэтому берем как всегда старого доброго почка блин у меня вся война завязана 4 4 о гвеночка но это то же самое это не такой уж опасный чемпион плане защиты и 4 звездный тем более ну хоза хоза ребят не знаю напишите свое мнение как вы относитесь к атакующим персонажем чемпионом скажем так персонажем надо тукать это как вы относитесь атакующим чемпионом на войне но для меня не знаю лучше поставлю беспонтован того который будет скажем так противный опять же кабан видите все завязал на скажем так на то чтобы было разнообразие и так дальше у нас призрачный гонщик вступит в атаку я скажу что это экспериментально для меня я кончика бился только на арене и я очень сильно надеюсь что я не сольюсь но а там понятны компонентника покусать покусает по-любому но в принципе по 700 критон по 150 обычный удар на принципе сейчас если я его защиту скажем так под ушатаю посмотрим сколько будет дальше крит уже посимпатичнее уже урон поинтереснее но все равно гонщика мне нужно поиграть гонщиком чтобы привыкнуть к нему потому что гонщик в плане моей атаки он мне очень нужен и плане моей линии потому что у меня здесь скажем так линия такая вот противная а здесь чаще всего у нас встречаются мутанты дышка это же самое принципе он хороших защите в атаке потому что изначально это вот коронка которая зажигает хп скажем так и также его первая спецатака которая если ты чуть-чуть скажем так защелкал то ты можешь нарваться вот началось парирование отлично просто шикарно ну я думаю офицеры меня селяне покусают я и так две войны и по моему не умирал если не ошибаюсь ну кого брать конечно же дамаги рака уже еще больше никого 17000 хп 50 процентов грубо говоря жизни конечно сейчас меня покусает но и думаю паучок не будем на скажем так на собирать мы себе атаку не будем терять времени 3000 крит тут уже все зависит от нашего . ну вот принципе он справляется с принципы он добивает у нас идем и дальше дальше у нас ребят вот такое видео и и очень вас прошу напишите что вы думаете поэтому виде я максимально укорачивал максимально по поводу в с которая скажем так боссы мне не достались как всегда предбоссы мне не достались но сидел и бил арену как в чате начали кричать что мы попались против читеров я сперва думаю ну наверное как быть теперь у касты и там разматывают на изичи и как бы не придал этому значению но потом пацаны как бы угорали матюкали их в чате скажем так ну как матюкали в гориллу пацанов я их прекрасно понимаю и тут я начал следить и блюдить обратите внимание ребят то с как чемпионы ложатся по очереди смотрите хп сколько было потрачено гоблины но вот ячейки восстановления здоровья усиления чемпиона то есть как бы я соглашусь что гоблин не такой уж прям противный чемпион в плане защиты но опять же опять же все равно гоблин это скажем так нужно нужно против гоблина уметь играть далее у нас идет очень интересный персонаж мы к нему еще вернемся обратите внимание на халка сколько у него хп и после всего этого я очень сильно задумался а как это все будет происходить в компании что вот один вот в моем понимании моем представлении всей этой войны это был один чем это был один герой потому что смотрите гоблина он разобрал чувак уже подошел к льду тот тип который стоит на ячейки с модаком он более скажем так живой и более скажем так может побить модака тот кто стоит у нас возле морнингстара я думаю ну как бы он не будет дергаться потому что у него как бы нету живых героев чемпионов и халкун полу скажем так полу мертвый полудохлый но все же но все же обратите внимание ребят вот я думаю он он будет помогать у него в принципе чемпион толстенький и я думаю морнингстаром он должен разобрать но опять же смотрите как долго все соображается как долго все думается как будто видите идет обговорка скажем так кого бить дальше но все же обратите внимание ребят как долго человек перезаходит на эти все аккаунты опять же здесь союз я бы не сказал что он прям такую раскачаны что он прям такой крутой часть чаще попадались чемпионы четырехзвездные даже не было пятизвездных но вот это ячейки и на кровотоке стоит magic с либо она по-любому должна схавать понимаете то есть по-любому смотрите идет кровоток идет limbo и по-любому magic как минимум пол хп должна хавать и как я не знаю как каким это нужно быть рукастым каким это нужно быть скажем так натренированным конту ударником что муха за ребят я максим еще раз повторюсь я максимально укорачивал моменты но тем не менее я хочу просто чтобы вы обращали внимание сколько длятся бои когда длятся бои я не убираю не сокращаю время я стараюсь чтобы вы поняли какое мизерное количество времени они затрачивали на то чтобы сносить боссов боссов чемпионов тем более это чемпионы не просто боты это уже предбоссы которые уже более-менее скажем так жирненькие у них много хп у них не слабая атака и это все началось под конец войны обратите внимание два часа до конца войны вот он убивает у нас и он принципе мы magic наша даже не убивать шторма на ячейки с кровотоком и лимба прикольно да это это как вот как вот надо уметь я не знаю тем более magic с ячкой хочу заметить и этот же чувак запомнить его ник он идет дальше он идет дальше и дальше мы увидим на ком правильно мы его дальше увидим на предбоссе мы его видим на предбоссе и я честно это это очень долгий был бой потому что изначально он бился потом он что-то вышел мода как бы засветился у него вы чуть-чуть ушло хп с гипериона после того и после этого он почему-то начал тупо сливаться так я так считаю что это зашел уже хозяин аккаунта и он тупо не мог убить мы модака и знаете бить модака и такими чемпионами но я думаю только можно гипериончиком на него дернуться потому что гипериона есть его плюшки скажем так гиперион у нас более живучий ну а модака я думаю можно сказать модак он не блокируется он не парируется точнее если точнее быть но опять же опять же пока наши противники пытались биться модаком опять же я хочу обратить внимание о том что у этого чувака не получилось и тут появляется у нас следующий тип и я блин сука тысячу процентов уверен что это один и тот же тип просто переходит по аккаунтам и играет за типов смотрите хотел сказать часовой войд войда здесь блин это просто жесть войдет на такой на предбоссе скажем тогда и кого ну кем здесь кем альтрон ну не знаю здесь у нас усиление здоровья не не восприимчивость сопротивление к энергии ну по-любому но не знаю ну я у меня реально у меня эти эмоции переполняют потому что тот тип даже можно как бы на него и уже про забыть и не обращать на него внимание он тупо сейчас будет нам давать и скажем так бонусы к атаке потому что он сейчас мода кого не сможет он будет его пытаться ковырять ковырять здесь уже как бы вопросов нет пусть ковыряет пусть но это уже это уже понятно то что знаете как ну как понятно это уже ну нормально то что он пытается он сливается и уже есть такое ну то что как они заходят на предбоссов уходит 20-30 секунд они кладут предбосса вот все войд упал сравните хп альтрон даже и пол хп не забрал войд даже пол хп не забрал предбосс У Альтрона, у которого маленькая атака У которого ничего такого прям Грандиозного нет Базару нет, у него невосприимчивость Но опять же, Альтрон с маленькой атакой Переходим дальше Ну, наш чувак, как всегда Пытается, пытается И почему? Хочу я обратить ваше внимание Войт упал Чувак сразу начал Потом, ну как сразу Через время он кинулся на Модока Штормихой, да? То есть у него 2 чемпиона мертвые А Шторм, ну я бы сказал Наверное 15-20% хп Он даже не отхиливал ее Он начал биться При том, что Модок не блокируется Я не знаю, нужно быть каким контр Атакующим задротом Который может так чувствовать игру Но все-таки Он убивает Модока И даже не потеряв ни капельки хп Он тупо даже Получается, Модок тупо даже Ни разу Штормиху не ударил Идем дальше А дальше у нас на очереди Получается Что остается Самый вкусный Самый интересный Персонаж На котором я после этого Боя, скажем так Я Понял для себя Что Реально Пацаны не зря горели То, что Как бы Ну не могут Я понимаю Там Может там У одного Двоих подгорело Но не может быть То, что Половина Союза Обратили на это Внимание На эту боевку Я очень прошу Напишите в комментариях Что вы думаете По этим боям Которые Скажет Сказать так Вы видите В полном объеме Здесь Халк Не отхиленный Там наверное Процентов 10 ХП 5.50 С коронкой Хорошо Ты дернулся На Морнингстар Который Просто Должна Сожрать Своим Кровотоком У которого При старте Две полоски Энергии То есть Хорошо Ты вернулся От второй спец Атаки Морнингстар Ты не принимаешь Вообще Что ли В блок Получается Так Ты вообще Не допускаешь Того что Ну это как Ну это так вот Понимать Что Ну опять же Это Получается Что По нему Бот Ни разу Не бьет Потому что Он заходит 10-20% Ботами Точнее Чемпионами И выходит Оттуда Фуловый Ну как Фуловый В том плане Что По нему Ни разу Не ударяют Опять же Минимум Затраченного Времени И все И Морнингстар Падает И обратите Внимание Хал как был С хп Так и он Остался С хп Я просто В шоке Я не знаю Ребята Может это Мое Скажем так Внушение Может быть Я не прав Но Опять же Повторюсь Я это буду Часто говорить Напишите В комментарии Что вы По этому Поводу Думаете Переходим Дальше Переходим Дальше К нашему К нашему Последнему Силочку Пока я бегал По ихнему Союзу Он уже Скажем так Начал бить Но бить Он стал Скажем так Недолго В том плане Что он только Начал битву И у меня Самого уже Начало Подгреть Как вы можете Обратить По чату Ну Это просто Я понимаю Я понимаю Я понимаю Когда мы Проигрывали По Своему По нашей Вине Опять же Лед Усиление Чемпиона Здоровье Кинетическая Реакция То есть Когда он Бьет в блок У него Постоянно Растет энергия А у противника Каждые 20 секунд Теряется То есть Не уменьшается И смотрите Лед Пятизвездный Лед С коронкой То есть При бою При начале боя То есть Он по-любому Будет своим Холоданием Охлаждением Льдом Я не знаю Он по-любому Будет хавать Он по-любому Будет хавать Противника И противник Как минимум Должен потерять Процент 50% ХП А в итоге Процентов 20 Потерянного ХП Я не знаю Может там У Алой Ведьмы Включилось Две Регенерации Три Ярости Я не знаю Что там у него Включилось Я не знаю Как он Пил нашего льда Но он Реально За секунд 10-15 Получается Его врубил Дальше У нас Переход На босса Я честно Думал Что они Снимут Его в один Заход Но Видимо Этот Чувачек Которого Я кстати Я тоже посмотрел Но извиняюсь Я не записал У него MVP 55 Вы просто Представляете Какой это Мега тип Просто Мега тип Я не знаю Опять же Бой Вы увидите Во всей красе Я думаю Не стоит Как бы Прям долго Растягивать Его Промотаем Чуть Ну и Я не знаю Что у него Произошло Почти что Он нашего Змея Размотал То есть У него Где-то Осталось Наверное Процентов 20 ХП И со Второго Захода Змеюку Нашего Который Довольно Таки Ну я не знаю Это наверное Он моментально Сразу В браваду Перевел Он посмотрел Пересмотрел Все гайды В ютубе Нашего Змея Перевел В браваду И своим Лордом Пятизвездочным Почти что Его убил Хорошо Я не спорю Я не отрицаю Что могут быть Типы Такие рукасты Могут быть Типы Такие Умницы Но ребят Такие Скажем так Моменты Перед боем Такие Скажем так Проседания Я не верю Что они чистые Вот честно Я не верю Я напишу Техподдержку Я добьюсь Все равно Правду Но в конечном итоге В конечном итоге Мы просто Тупо Их порвали Мы их порвали В чем Правильно Мы их порвали В разнообразии Несмотря на то Что они под конец Начали читерить Потому что Весь всю Скажем так Войну Было Ну все было нормально Не было никаких Подозрений Под конец Они начали Рвать попы А уже Поздно Поздно Не столько Много бонусов Они набрали А когда начали Рвать попу Уже недостаточно Этих бонусов Напишите ребят В комментарии Извиняюсь Что такое Долгое видео Получилось Но я старался Я очень сильно старался Я вчера монтировал Сегодня Убил много времени Потому что Очень много укорачивал Напишите в комментарии Что вы по этому поводу Думаете И как вы относитесь К таким вот Скажем так Ребятам А это были Турки Наши соседи Наши друзья Всем спасибо За просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok